Юка Эдзуми из Токио, но уже больше четырех лет живет во Владивостоке. Впервые сюда приехал в 2012-м как студент международной школы Канта. Понравилось, через год решил вернуться. Теперь он учится в Дальневосточном федеральном университете и преподает в гуманитарно-экономическом колледже. Следующий год я уже окончу университет и я хочу работать в России в сфере перевозчика. В Владивостоке? Пока не знаю, но я хочу работать в Москве и в Петербурге. Здравствуйте! Как ваши дела? Нормально, хорошо! Старшеклассники из Японии учиться в Россию также приехали по обмену. Десять из них на месяц, а двое на год. Такой программе, когда японские школьники могут приезжать во Владивостокский колледж наоборот, уже 27 лет. Я хочу стать перевозчиком, но мне очень нравится русский язык, но тяжело. Русский, грамматика труднее. Новый для них язык иностранцы изучают каждый день. В будние дни с ними занимаются преподаватели, это теория и мастер-классы. А в выходные школьникам приходится самостоятельно практиковаться уже в приемных семьях. Кроме того, естественно, есть и культурная программа, есть и осмотр достопримечательностей. И обязательная составляющая, на которой настаивают обе стороны, это холмстей, то есть программа поселения в семье. Семьи мы традиционно находим среди наших учащихся, тех, кто интересуется японской культурой, изучает японский язык, и те, которые также принимают участие в таких программах. В семье Пуховых 17-летний парень из Токио живет всего несколько дней. Александра, его ровесница, общаются они на русском языке, английском и с помощью жестов. Сама девушка из Японии вернулась пару недель назад. Программой по обмену осталась довольна. Это бесценный опыт. Мы общались с людьми, я посмотрела на культуру другой семьи. Это было очень интересно, но, естественно, сложно, потому что жить в чужой семье, семь дней общаться с неизвестными тебе людьми, представить, что они тебе родные, это очень сложно. Родители Александра к визиту иностранца были готовы к статусу многодетной семьи, уже привыкли, и на будущий год, если получится, такой опыт планируют повторить. Своих дочерей отправят на обучение за границу, а из Японии встретят новых гостей. Я за эти дни пребывания, ссора в нашей семье, я, наверное, норму по блинчикам выполнила за год, наверное, то есть ребенку понравились какие-то определенные продукты, пирожки, блинчики. Я с такой радостью это все пеку, потому что он пробует, он хвалит, он говорит вкусно, и для меня, как для мамы, это просто одушевная радость. В программе по обмену от Гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ участвует не только Япония. Детей также отправляют и в Италию. За все время работы таких программ из Владивостока на обучение за границей побывали не менее 300 человек. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.